И стоит он уже 300 тысяч рублей, я его купила в районе 800 рублей Бюджет на него был выделен 25 тысяч рублей И еще здесь нет батарей И недорого, и хорошо смотрится Она изначально стоила около 80 тысяч рублей, но мы забрали Ребят, всем привет! Сегодня я вам покажу квартиру, которую сделала девушка с очень хорошим вкусом И эффект получился даже лучше, чем у некоторых дизайнеров Это квартира в современной классике с таким вот питерским налетом, который я тоже очень люблю Это сделать на самом деле нелегко, а здесь получилось прям отлично Пойдемте смотреть Привет! Ой, привет, Маш! Рада тебя видеть! Наконец-то я попала к тебе в гости Расскажи, пожалуйста, сколько здесь метров и какая задача стояла перед тобой? Так, это однокомнатная квартира 40 квадратных метров Она изначально планировалась для посудочной сдачи в аренду И вся планировка у нас шла от санузла Все началось с того, что у нас по наследству появилась мебель Санузел, вот это вот раковина итальянская с тумбой Смеситель, душевая система и вот это вот зеркало, у которого есть целая история его продажи, покупки и возвращения обратно к нам Как была изначально здесь планировка? Что здесь было от строителей, так скажем, вначале? Мы купили квартиру от застройщика, которая строила этот дом Дом долго сдавался Когда мы сюда пришли, здесь была стяжка, штукатурка Под стяжкой был теплый водяной пол Да, многие застройщики запрещают это делать, но здесь был именно такой проект У нас есть теплоузел там, где мы можем выключать, включать его Отсюда и пошло напольное покрытие, что это именно плитка Потому что не боялись, что зимой будет холодно Но она на самом деле смотрится так прям уютно и тепло Ну тут еще раскладка просто и сам цвет под дерево Это плитка керамомораза Она не очень дорогая по сегодняшним меркам плитки В районе 1800 за квадратный метр И плитку напольную, и плитку в санузел мы брали, все в керамомораза И полотенцесушитель, кстати, тоже нам девочка замечательная, которая работает в этом магазине Предложила его, и он нам очень хорошо подошел по интерьеру Мы его купили И по размеру такой маленький идеально вообще сюда вошел Да, размер один из самых главных факторов здесь был Потому что санузел очень маленький, и нам надо было туда уместить все И чтобы людям было не тесно, при этом нормально можно было помыть Поэтому с душевой долго думали, как ее сделать И появилась вот эта форма необычная, самой душевой Первое, что хочется спросить Перегородки двигались здесь, у санузла? Перегородки не двигали Конечно, старались минимизировать свои расходы на ремонт Поэтому санузел остался именно такой, как сделал его застройщик И вот ты говоришь, что скосили душ, да? Из-за того, что здесь у нас проем Да, как бы изначально под взрослого мужчину Ну, как бы метр восемьдесят, метр девяносто Ширины вот этой, которая у нас была, ее не хватало Поэтому решили сделать такой скос, чтобы удобно можно было помыться Людям было там не тесно, даже крупным мужчинам Потому что мы не знаем, кто клиент нашим окажется Вешали, конечно, сразу водогрейку, чтобы была горячая вода постоянно Если будет отключение Хотя здесь крышная котельная в доме Но все равно бывает такое, что на несколько дней летом на обслуживание отключаются Поэтому мы как бы сразу этот момент просмотрели, чтобы горячая вода была всегда А расскажи поподробнее тогда про вот эту тумбу Про зеркало, историю, откуда оно Тумба была привезена с Италии вместе с раковиной, со смесителями с зеркалом Она была заказана еще 10 лет назад для другого проекта В ходе вообще ситуация изменилась И это все хранилось в течение 10 лет И мы не знали, куда это приспособить В итоге вот и начался весь ремонт Крутиться вокруг вот этой конкретно мебели Мы сначала хотели ее продать Выставили это на авито, на озоне Зеркало у нас даже купили Мы его отправили озоном доставкой Благополучно нам его разбили Хотя как бы упаковывали мы добротно в пупырчатую пленку Но мы восприняли это как бы знак тому, что это должно быть в этой квартире Вдохновляясь, наверное, такими питерскими интерьерами Весь ремонт раскладки плитки, каких-то оттенков, каких-то декоров, деталей Уже начался от этого А вот здесь, я сейчас смотрю, тут какие-то ящички, да? Эти прикольные Здесь, да, очень просто все сделано Это дерево натуральное, массиво Сантехника здесь была И вот она тоже, да? Сантехника вся итальянская Вот, поэтому за качество мы ее не переживали Вот, из того, что мы покупали уже здесь, это унитаз Муж предлагал много вариантов Вот в таком помпезном империальском стиле Я говорю, нет, это будет уже перебор Мы возьмем обычный на подвесной унитаз Вот, и кнопку тоже не стали брать из-за дороговизны Именно золотой кнопки Взяли сатиновую кнопку Что очень в эксплуатации оказалось практично На ней не видно никакие следы Кюхенленд рамку у нас Которую я сама распечатала, как и во всех остальных рамках постеры Отсюда появился весь декор в рамочках Которую вы видите по всей квартире Тут есть еще вот у нас крючок необычный Он был куплен на Авито за Архо А сейчас такой крючок продается единственным на всем Авито И стоит он уже 300 тысяч рублей Мне, конечно, повезло гораздо больше Я его покупала в районе 800 рублей Какое напольное покрытие выбрать в 2024 году? Мне понравился кварцевый ламинат Фарго Он выглядит и тактильно ощущается точь-в-точь, как природный материал Есть коллекции под дерево с раскладкой палубой, английской елкой и елочкой мелкого размера Есть коллекция и под камень Ее обычно используют в прихожей, в ванной, на лоджии Рисунок и фактура максимально реалистичные Кварцевый ламинат на 100% водостойкий Его можно использовать в ванной А если затопят соседи, то ему ничего не будет Плюс кварцевый ламинат не боится нагрева И под него можно делать теплый пол Снизу у кварцевого ламината SPC каменная плита, а сверху виниловый слой Он замковый и невероятно прост в укладке Для меня самый важный момент, что это экологичный материал Его можно спокойно использовать в детских комнатах и ни за что не переживать Недавно вышла коллекция с фаской Фарго Бевел Я ее очень ждала и сейчас я ее рекомендую всем своим клиентам Посмотреть стоимость кварцевого ламината и варианты дизайна можно по ссылке в описании И здесь я смотрю еще ты не стала закатывать в плитку весь санузел Ну да, это опять вот из питерских таких интерьеров Мне очень нравится вообще, какие у них квартиры делают дизайнеры И хотелось именно сделать вот такое красивое обрамление плитки Это отдельно бордюрчик заказывался Это в коллекции он был? Да, это из этой же коллекции Да, и сделать покраску Делали выкраски несколько раз И вот пришли к такому цвету, который подходит в принципе к остальной части Да, к обоям На мой взгляд, очень такой теплый, приятный цветок А вот здесь вот, эта труба здесь проходит, правильно? Сливная? Да, там идет к инсталляции, да, стояк И там ты придумала полочки такие? Нам зеркальщик, который делал зеркала в квартире Он нам предложил сам сделать из стекла такие, из темного именно Чтобы это было более современно Потому что стекло вообще зеленит Если неопределенное стекло взять, которое именно белое А оно по стоимости более дорогое То он нам предложил вот такой вариант, который, ну, как бы отлично сюда вписался Пятуэтка, вот это Алиэкспресс, да? Муж принес Алиэкспресс, я его долго ругала Я говорю, зачем ты принес? Я не хотела в этот магазин Ну, как бы, она здесь обжилась, вроде бы Я не стала, да, ее убирать Ему хотелось внести тоже свое какое-то, да Декорирование квартиры, поэтому она осталась А вот эта бра, это Алиэкспресс, наверное, да? Да, вот все освещение, люстры, торшер Оно было заказано на Алиэкспрессе из одной коллекции Сейчас вот многие дизайнеры используют шаровидную форму подсветки Взяли все из одной коллекции, чтобы это перекликалось во всей квартире Когда мы уже практически заканчивали ремонт Приходил риэлтор с клиенткой, которые осмотрели квартиру без отделки в этом подъезде И риэлтор привела их сюда посмотреть, как смотрятся квартиры с ремонтом Что, как бы, площадь достаточно большая И когда они, значит, зашли, посмотрели квартиру и вышли Риэлтор мне потом рассказывает о том, что мама девочки сказала Она говорит, что же они решили сэкономить Плитку не до конца положить Решили половину стены покрасить Ну, в своей работе я не один раз сталкивалась с таким мнением клиентов Но на самом деле покраска стоит достаточно дорого Поэтому во всей остальной квартире у нас обои Акера Маратса Однотонные, тоже цвет такого капучино Покрасила и все отлично Ну, обои, на мой взгляд, все равно легче просто приклеить Там небольшой кусок, если вдруг что-то случилось Что-то там пролили, поцарапали и так далее Чем перекрашивать всю стену, чтобы это было в один тон А скажи еще по поводу плитки Вообще вот мелкую плитку дороже получилось положить или так же? Да, для саратовского рынка строительного у нас был очень дорогой плиточник Который брал за квадратный метр такой плитки 2000 рублей Но здесь вот именно за раскладку то, что на полу елочка и здесь мелкий формат Бордюрчик ему надо было положить и долго думали, как же раскладку в душевой сделать Вот у нас был очень дорогой он Ремонт мы начали в августе и вот только 1 мая у нас запустился проект Все тут в золоте, да, и соответственно вот отсюда пошло все то золото, которое мы видим в тех портах Да, но не хотелось в то же время слишком много золота Ну как бы фурнитуру у дверей оставили золотую Вот, но когда мы уже перешли к перегородке между комнатой и кухней Уже казалось, что его слишком будет много Поэтому вот такой выбран был интересный цвет Это называется шампань у этой перегородки Ее делали саратовские изготовители Долго мы подбирали, искали, смотрели сайты, созванивали, считали сметы Оказалось, что это более-менее приемлемый вариант Около 50 тысяч рублей нам эта перегородка обошлась Многие считали больше 100, если качество было хорошее Это они нам изготовили ее на заказ По нашему эскизу, который мы сами нарисовали Вообще, мне очень нравится, как эта дверь смотрится в интерьере Она как такая часть композиции То есть здесь шкаф, зеркало И как будто бы это панель какая-то, а не дверь Прямо она так интегрирована Да, вот здесь у нас в коридоре, кстати, пуфик Тоже итальянская фирма Caligaris Он был коплен в Resident Group Изначально мы его покупали себе домой Но вот когда приехал пуфик сюда Который мы заказывали под проект Который я нарисовала сама Такой гусиная лапка он должен быть Муж показал, что он сливком большой Поэтому сделали рокировку Маленький переехал сюда, а большой уехал к нам домой Пилястры или колонны, как их называть Они тоже изначально были куплены другой формы Которую мы посмотрели и решили, что не совсем сюда подходит Что больше подойдет вот именно такая вдавленная форма Те эксплодируем теперь на другой проект А эти вот остались здесь Они прям перекликаются с мебелью, со стальной Во многих проектах, наверное, используется вот это такое фасадное рифление И они как бы, да, немного повторяют именно этот рисунок И еще консоль подвесная Воздушно так смотрится Да, думали насчет ножек, но все-таки решили, что как бы стена Хоть и из гипсокартона, но внутри ее укрепления сделали И что консоль, она такую небольшую выдержит Мебель, я так поняла, у разных компаний заказывалась правильно? Мебель заказывалась, да, у нескольких мебельщиков саратовских частных Производство у них свое Здесь у нас на кухне фасады перекликаются со шкафами Долго думали насчет самой планировки Потому что площадь кухни была достаточно большая Она около 13 квадратов метров Сама вообще геометрия квартиры, что она была достаточно короткая И не могли разделить как-то на две части Чтобы сделать большую кухню, гостиную и отдельную спальню Вот такой змеевидный шкаф, который выходит одна часть у нас в коридор А вторая часть у нас получается со стороны спальни Ну и как бы это еще и резонирует каким-то образом Что вот здесь это уличная одежда А там именно такая одежда, в которую люди ходят уже дома Мы плавно перешли в кухню, в столовую такую группу И тут нету дивана Диванчик, он был заказан Просто он немножко был заказан позже, чем основная мебель Он приедет где-то в начале августа Да, по проекту здесь еще один небольшой диванчик Метр двадцать на два спальное место То хорошо подойдет, допустим, для семьи, которая приезжает там с ребенком и подростком Не совсем удобно спать в одной комнате Они бы могли ребенка здесь разместить, а сами остаться в комнате А сколько здесь метров вот в этой зоне? Тринадцать метров Ну еще за счет того, что нету двери И от коридора не было ограждения За счет этого кажется еще больше воздуха И здесь высокие потолки В отличие от многих новостроек, которые сейчас мы продаем в Саратове С конечной высотой потолков 2,45 Здесь прям 2,70, наверное, практически осталось После того, как натянули потолок и сделали напольное покрытие Поэтому чувствуется пространство и воздух в квартире Мне очень интересна столовая группа Вообще она смотрится очень дорого Здесь прям классный стол Где ты взяла? Расскажи, пожалуйста Вот столовую группу мы заказали на Озоне Сейчас вот Marketplace Озон очень востребованный Там много таких появляется вещей, которые прям и недорого, и хорошо смотрятся Стол нам обошелся около 25 тысяч рублей Каждый стульчик около 8, наверное, тысячи рублей Модная такая сейчас ткань букле Но она в основном, когда появилась, была в светлых оттенках А здесь нам не хотелось брать светлый цвет Хотелось какой-то акцент сделать Да, и более практичный Поэтому вот выбрали синий цвет И в поддержании него будет синий диванчик Тут, в принципе, поместилось все необходимое, что нужно Это стиральная машинка Спокойно можно большой комплект белья постирать, вещи постирать Здесь у нас посудомойка тоже на 60 Был вариант еще продлить вот здесь вот перегородку Чтобы с коридором это как бы была одна стена Вот, можно было сделать посудомойку поменьше Но решили все-таки оставить вот таким образом Встроенный холодильник у нас здесь С морозильной камерой Микроволновка Хотя, конечно, для постоянного использования высоковата микроволновка Но как бы тут люди не постоянно готовят Многие приезжают там на один день и, в принципе, не едят Вот, здесь у нас сушилка над раковиной Из кофяков, которые, мне кажется, я допустила Это машинку стиральную с посудомойкой я бы поменяла местами Потому что не очень удобно, когда ты открываешь ее, чтобы разобрать посуду Дотянуться до сушки Вот, поэтому не очень удобно в этом плане Приходится сначала выставляться на столешницу А потом только убирать наверх Для того, чтобы высохла посуда Маленькая здесь индукционная плита На две комфорки Если эта квартира когда-то будет использоваться для постоянного проживания Несложно заменить ее на большую И круглая вытяжка Решили все-таки белого цвета Чтобы не было таким каким-то черным или золотым пятном на белой плитке Которая вот такая крупноформатного плана 60 на 120 мы положили здесь Ну, декор много еще из магазина Чин Дэм, который она вид докупала Голова, которая всем нравится Но многие посуточники, коллеги говорят Господи, как же они каждый день протирают все это пыль Со всех своих декоров Здесь есть, кстати, небольшая библиотека Подоконник и откосы Я смотрю, керамогранит, да, матовый такой? Да, тоже такое решение решили сделать, чтобы не делать пластиковые откосы На мой взгляд, они сильно удешевляют ремонт Вставочку, чтобы все-таки казалось, что здесь есть как бы подоконник Они просто сверху положены Шторы шили на закат Со шторами прям целая история была Мы ходили по всем магазинам на Чапаева Брали раскладки ткани Приносили их сюда У нас уже были поклеены обои И те шторы, которые мне казались прям классно подойдут Они просто либо сливались Либо вообще не подходили к этим обоям И, наверное, когда мы с третьим магазином принесли вот эти раскладки ткани Вот как бы вот этот вот свет понравился нам с супругом И мы заказали и в комнату, и на кухне вот шторы Если люди хотят поспать, то вообще без проблем То есть полностью они закроют солнце, даже дневной свет Это был, кстати, один из главных критериев Чтобы можно было даже днем спокойно отдохнуть, как ночью А освещение откуда? Тебра, люстры? Вот эти все круглые бра, люстры заказаны были с Алиэкспресс Самый главный нюанс это был вот с розеткой, которая вот из пенопласта Изначально мы заказали их в гипте Они оказались очень тяжелые Их не было возможности монтировать на натяжной потолок Потому что они монтируются только на гипсокартоновый потолок Мы их заказали легкими пластиками Потом их покрасили, они пошли пупырчиками Пришлось еще раз их перезаказать Да, уже хотели сдаться Решили, все-таки, может быть, без них обойдемся Потом все-таки, нет, взяли себя в руки Заказали еще раз И с третьего раза уже получилось Такие вот розеточки и в комнате, и здесь Что вот прям отлично подходят к этому интерьеру И к этим люстрам И дополняют их Они, да, наверное, посмотрели слишком простовато Если бы их нету И это у нас получается спальня Разделена так условно на две зоны На зону спальню С большой кроватью С большим изголовьем Тумбочку, которая у нас в коридоре дополнили С таким же вот рифленым фасадом комод И прикроватная тумба Не хотелось вот этой прям вот Чтобы было одинаково, симметрично Две одинаковые тумбы около кровати Поэтому у нас появился вот такой вот столик Привезен со Франции Не дешевое удовольствие, но Оно, да, того стоило Кровать эта с Райтона Она изначально стоила около 80 тысяч рублей Но мы забрали экземпляр магазина Поэтому она нам досталась около 40, наверное, тысяч рублей Плюс матрас На матрасе не экономили Потому что сон это одно Вообще из самых главных Клиенты должны хорошо выспаться Вот, а вот этот вот диван Это ребята делают Козий холм Называется сайт Они делают под заказ Сотрудничают, ну, там, со многими фирмами Специально для этой квартиры Долго выбирали материал Синий такой цвет Появился ткань шинель Именно классическая немножко история Если бы ткань была такая просто Простая, обычная То он бы смотрелся попроще А сколько стоил он? Диван около 50 тысяч Здесь еще обошелся Там доставка порядком пяти Наверное, десяти тысяч Еще нам обошлась Здесь получается кровать И диван Еще будет третье спальное место Тут прям это Там можно будет уже принимать До четырех гостей Если приедет большая семья То они все у нас поместятся Пледик и подушечка были куплены Фамилии А вот это вот и шиндэм Фамилии много Тоже интересных появляются деталей Особенно, когда после какого-то привоза Мы туда заходим регулярно Покупаем коврики для ванны У нас их около пяти, наверное, самых разных Бежевых, голубеньких, серых С помпончиками, без помпончиков Под разное настроение и время года Под клиента То есть один клиент, один коврик То есть он, как и постельное белье Каждый раз стирается И новый кладется чистый Для каждого человека Здесь изначально была большая лоджия С витражным остеклением Остекление это было сделано застройщиком Но мы решили, чтобы расширить пространство И добавить свету Убрать балконную дверь И сделать открытый проем И добавить на откос такие зеркала Чтобы расширить еще пространство Чтобы здесь было и светлее Просторнее Еще здесь нет батарей Батарея спрятана вот здесь Вот она за шторкой Но здесь очень тепло Поэтому можно спокойно перекрывать батарею Зимой здесь будет не холодно Можно включать только пол И этого будет достаточно Для того, чтобы в квартире было тепло А ковер откуда вот этот? Ковер купили на Байлберрисе Увидела у кого-то из блогеров Рекламу этого ковра С ковром прям засада вообще Они обычно такие прям Как из Советского Союза Напоминают узорчатые рисунки Какие-то Здесь хотелось такого Какого-то минимализма Но в то же время Чтобы это не смотрелось дешево То есть не как садовый коврик Вообще недорого Он из синтетического Какого-то волокна 4,5 тысячи он стоил И тут еще шкаф у нас спрятался Ты говорила, что... Да, шкаф такой же, как в коридоре Большой, глубокий С одной стороны у нас штанги С другой полочки у нас И есть верхние тоже антресоли Мы нашли уже им применение У нас есть дополнительный матрас Вот на этот диванчик Он у нас прячется там наверху Чтобы если человек приехал И тот спал на диванчике Чтобы он тоже спал на матрасике Чтобы было удобно Вот примерно вот такой шкаф Обошелся в 40 с небольшим тысяч Сам кухонный гарнитур Нам обошелся в 156 тысяч Без техники и без сборки Сборка с установкой Там около 8 тысяч рублей Еще обошлась Ну плюс техника Технику, конечно, там Выбирали по характеристикам Чтобы она была практичная Не самый дорогой сегмент Но в то же время Чтобы это прослужило долго Покрывало тоже на Вайлдбрис купили Мы заходили во многие Текстильные магазины Вот такой вот с подушечками Покрывало в районе там 12-15 тысяч На Вайлдбрисе мы его нашли Тысячу, наверное, за 4-4,5 Стекла на мебель и стол Уже было добавлено в процессе Мы когда уже первых клиентов принимали Потом, ну, чтобы, наверное, Сохранить, да, фасадную часть Мало ли там человек поставит что-то горячее Или там ключами поцарапает Вот решили сделать стеклянное покрытие Это нам уже зеркальчик делал Который все зеркала в квартире делала Отдельно мы заказали У него такое затемненное стекло Которое прям подчеркнуло Вот красоту этих тумб И прикроватные тумбочки Комод у нас сделан тоже на заказ Вот Нашла его в интернете Какое-то супердорогое Там за 205 тысяч Мне он очень понравился Я его отправила фотографию Мебельщику и сказала, что хочу такой же Бюджет на него был выделен 25 тысяч рублей Но за 27 мы сделали комод И вот прикроватную тумбу Которая там подвесная Долго не могли найти ножки К этому комоду Потому что либо цены Очень сильно кусались Добавляли прям еще одну стоимость комода Если был какой-то хороший там Дизайн у них Вот В итоге были найдены За 1500 рублей Четыре ножки на озоне Был бы Выглядел громоздко Если бы он стоял просто на полу Поэтому вот в воздух Ему добавили такие ножки Минемалистичные Стекла заказывали у зеркальщика Которая делала зеркала в квартиру Он предложил нам сам Такое затемненное стекло Как и полочки в санузле Отлично вписались Именно подчеркнули Такой коричневый цвет С коричневым комодом Прям отлично смотрится У нас на лоджике есть еще шкафчик Вот он сделан не на заказ Он был куплен на зоне Вот Сам его муж у меня собрал Вот А ручки мы тоже заказали На маркетплейсе И здесь эти ручки были использованы И на остальных шкафах тоже То есть это не меблечки уже делали Это мы сами их купили Ой, расскажи про декор еще Вот здесь мне прям очень нравится Эта лампа Включается от касания Имеет несколько режимов Холодный, теплый И какой-то хризоватый такой Вот Очень долго работает Я ее один раз еще только заряжала Вот Заказывали на Алиэкспрессе Стоила она там тысячу с небольшим рублей По классике Голова Давида Тоже осталась в Сенчедем магазина Ну а рамочки мы собирали Вообще Вот эта рамочка Из фамилии магазина Те, которые над диванчиком Частично были куплены В Леруа Частично в фамилии Вот где-то что-то нравилось Уже покупали И уже, соответственно Сами распечатали Эти постеры и помесили А плинтуса Здесь вот полиуретановые Классические, да? По всей квартире Плинтуса, да Прям там целая история была С покупкой этих плинтусов Мы обратили в Леруа И мы идем по магазину Стоит тележка Вот с этими плинтусами От которых я вообще сразу Вот просто Это любовь с первого взгляда Я говорю Хочу только эти Больше никакие Но мы-то понимали Что в принципе Тележка-то Ну для кого-то Но я все равно Постаралась ее увести В другой ряд И женщина, которая Все-таки набирала Эти плинтуса Она их обнаружила И купила Мы встретились с ней На кассе Только Но пришлось нам ждать Пока они появятся В наличии Вот Потом привезли Супруг сам их Устанавливал Красил Не в один слой Чтобы вот Это было Именно выглядело Что не как пластик Как дерево А вот еще Вот этот шкаф Да? Про который ты говорила Еще Такой как технически Используется Там гладилка Сушилка Утюг Стоит Пылесос Вот здесь Вот мы еще Планировали Сделать Вот в этом уголочке Навесной такой столик Консоль Пуфик поставить Ну вот сейчас думаем О необходимости Вот когда утром Просыпаешься Всегда встает вопрос Где же сборы Женские провести Поэтому как бы Хотелось бы это сделать Но как бы Не необходимости Этого нужна Нет Ну пока еще В раздумье Может быть Он добавит Сюда Про вот это Ваби Был куплен На распродаже Там у нее была На освещение Какая-то скидка Большая Мы ее купили Изначально Планировали ее В санузле повесить Но как бы Она мне вот Казалась очень громоздкой Большой Поэтому мы поменяли Вот маленькую Повесили туда В санузел А большая стала здесь Маша Расскажи В процессе ремонта Может какие-то проблемы Возникали Ремонт был Очень продолжительным Поэтому нервозность определенная У нас Она нарастала Нагнетала Поэтому Увольняли Бригадира Несколько раз Ругались С ними Увольнял муж Меня как дизайнера Несколько раз Но я все равно Приходила на работу И работала По смете Примерно получила 2,200 Ну для такой площади Это достаточно Не бюджетный вариант Сама бы осталась Здесь жить Если бы мне нужна Была бы эта квартира До проживания Маша Спасибо тебе Что пригласила нас Сегодня Все ссылки на Машу И на квартиру Будут в описании И Маша Еще от себя добавь Какой бы совет И дала нашим подписчикам Ну мой совет Самый главный Это обратиться К профессионалам Если нет денег На весь проект Хотя бы Грамотную планировку С расстановкой Электричества Ведь так часто Оказывается Что розетка Оказывается За диваном Да Я считаю Что это экономит И время И деньги Спасибо Спасибо